Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Я приветствую вас в нашей программе «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня наш гость уже известен вам. Это Леонид Спивак, замечательный совершенно писатель. Мы познакомились с ним совсем недавно, и рассказывал он нам удивительные истории. Вообще, надо сказать, что он по профессии доктор. Он закончил в Ленинграде медицинский институт, затем здесь полностью прошел этот путь и закончил инвою. Но оказалось, что хобби, которое стало, по-моему, не менее важной, чем его профессия, потому что пишет он удивительно, совершенно исторически авантюрные книги. То есть герои его абсолютно реальные персонажи, исторические личности, но мы о них, как правило, ничего не знали в такой степени и основательности, в которую преподает это нам в своих книгах, Леонид Спивак. И я с огромным удовольствием, друзья мои, я вам обещала, что мы вернемся к другим темам, к другим книгам. Представляю вам сегодня в эфире Леонида Спивака. Здравствуйте! Леонид, здравствуйте! Очень приятно. Спасибо вам большое, что вы у нас приехали из Бостона, и у нас сегодня в прямом эфире. И я очень рада этому, потому что одно дело, знаете, на расстоянии, зумы, скайпы, это все очень хорошо, но все же, когда, правда, когда есть глаза в глаза, личное общение, это немножко другая история. И я хотела бы, друзья мои, сегодня говорить поменьше. Сегодня будет говорить в основном Леоня. И мы будем, как всегда, иллюстрировать это фотографиями, которые Леонид предоставил нам для того, чтобы мы лучше понимали, о чем мы будем говорить. Сегодняшняя тема наша. Первая будет три темы. Первая тема – это история города Бостона. И это первая русскоязычная книга о Бостоне. И первая книга Леонида – это даже не история «Я», а история «И». Потому что это истории, связанные с этим историческим городом. Вы знаете, что это потрясающий город тот, кто там был, то не мог не влюбиться в его старые улочки, в его изумительную архитектуру, и вообще некую такую атмосферу, которая почему-то всем напоминает Ленинград, Санкт-Петербург. В чем-то, да. Да, почему-то так вот все говорят. И, может быть, это действительно так. Но вторая тема связана с потрясающей фигурой исторической. Это Леонид сам расскажет. И третья тоже связана с американским дипломатом. Я, так сказать, пока интригую, не называя имена, потому что будет значительно интереснее, когда мы будем уже воочию видеть фотографии и слышать рассказ Леонида. Повторяю, что историю Бостона я попросила включить нашу сегодняшнюю программу по просьбе телезрителей, что называется. Потому что я предполагала делать все только о двух личностях, но меня попросили, ну как же так, ну вот как же совсем не про Бостон. Поэтому, Леонид, начинаем рассказ про Бостон. И я попрошу показать нам вот первую книгу, обложку книжки вашей первой. Это «Истории города Бостона». Книга, которая, вот вы видите, последний тираж, последнее издание, четыре издания было. Такая вот у книги оказалась «Счастливая судьба». Вот. Начиналась она с маленькой, совсем карманного размера. книжечки, которую я даже не был уверен, будет ли это интересно. А потом это разрасталось. Сейчас там 37 глав, по-моему, в этой книге. И вот буквально месяц назад она вышла в России. То есть уже продается в главных магазинах нашей бывшей Родины. Леонид, это все ваши книги, кстати, давайте скажем сначала, да? Да. Что где можно ваши книги увидеть, почитать? Значит, их можно покупать в магазинах, если кто живет в России. То их можно заказывать на интернете, через Озон, через Амазон, любые возможности. Они же меняют название, да, в зависимости от издателей? Они иногда меняют название, но там всегда будет понятно, о чем эта книга. Да, да. Нет, история города Бостона всегда идет с одним названием. Вот как началось, так и... Просто разные картинки. Разные обломы. Я стараюсь с каждым изданием добавлять что-то новое. Да. Это все дополнено, исправлено, там, вычищено, с иллюстрациями. Я добавляю всегда исторические хроники разные, интересные хроники, что происходило в городе Бостоне. Вообще, Бостон, у него такая очень интересная судьба. Вот я всегда говорю, это тоже окно в Европу. Вот то самое. Только просто с другой стороны окно в Европу. Вот как мы понимаем. И контакты, вот у меня недавно лекция в БИЮ была, вот контакты, чтобы начались русско-американские контакты, должны были произойти две вещи. Должны были возникнуть два окна в Европу. То есть прорубали окно в Европу, в Россию, и Бостон, который был крупнейшим портом и крупнейшим городом Америки в 18 веке, через который пошли идеи просвещения, вот эти знаменитые. И Бостон колыбель революции. Пожалуйста, вот так знакомый нам термин. Ну вот я хотела бы, чтобы мы сначала по порядку, как стоят наши фотографии, конечно, ощутили прелесть Бостона и показали вот эту фотографию со старой улочкой. Я очень люблю ее. Это тоже, это, наверное, 18 век, да? Это рубеж 18-го и 19-го веков. Это район Бикон-Хилл. Район, значит, в Бостоне есть три района, которые объявлены заповедные зоны. Там ничего нельзя вот даже внутри дома ломать без специального разрешения. Абсолютно законсервированных три района таких в Бостоне. Это один из них, называется Бикон-Хилл. Значит, и Бикон от слова Бакин. То есть на вершине холма стоял маяк. Это холм, сохранившийся. Чем выше, чем на самом верху находится наш Капитолий знаменитый, самый старый Капитолий Америки. И чем выше к этому Капитолию, тем дороже жилье. И сам район связан с этими так называемыми бостонскими броминами. Абсолютные небожители, абсолютная элита. Такая, которая, в общем-то, не смешивалась с другими. Она не была демократической. И много с ними историй связано. Как очень интересных, так и очень страшных. То есть там было все. Причем район очень закрытый. Вот если кто бывал в Бостоне, можно взять экскурсию, которая проводится не часто, может быть, раз в год, может быть, два раза в год. Она называется дворы Беконхилла. То есть все, что вы видите, это фасады. Вообще жизнь проходит внутри. Жизнь броминов проходила внутри. И там дворики. Иногда можно заглянуть, а дальше нет. Но иногда вот открывают, и можно проводиться частные экскурсии, в которых разворачивались эти драмы и трагедии города Бостона. Было очень многое, включая и убийства, и интриги, и многое другое. А в этой книге истории что-то? Там есть несколько глав, посвященных отдельным личностям из этой истории. У нас тоже, как в Петербурге, было убийство, правда, не старушки-проценщицы, а профессора Городского университета, который под проценты сужал деньги. И один из должников, он его убил, расчленил, все, как полагается. 19 век, да, два профессора Города. Вот такие небожители случались. Но вот у нас есть фотографии библиотеки, она же невероятно красивая, историческая. Библиотека, да, это последнее из зданий, значит, по времени. Это такое флорентийское палаццо с внутренним двориком, в котором фонтан, в котором зелень, в котором можно посидеть, почитать книгу, неплохой ресторанчик, там все, как полагается, вы ощущаете себя внутри какой-то Европы. А у нас есть внутри это уже. Внутренние, да, там есть помещения очень богато украшенные, с фресками, со скульптурой. Вот следующая фотография в фойе, да. Да, вот это библиотека, одна из там тех историй, которые я рассказывал, которая связана с Францией, это связано с Россией отчасти и с американской культурой. Вот такое соединение культур в одном городе Бостоне. Вообще Бостон сильно отличается от других американских городов именно тем, что он, ну, во-первых, он стоит во многом на намывной земле. Не так много. Европейские города, скажем, голландские, это норма. Здесь нет. Бостон именно отстраивался за счет намывной земли. Есть целый район, тоже заповедник, кстати, называется Бэк-Бэй. Он целиком намывная земля. Там очень тяжело было строить. Одна из церквей, знаменитая Троицкая церковь, она вообще стоит на сваях, как в Венеции. И до сих пор стоит на сваях, потому что невозможно что-то изменить технически. Значит, 14 тысяч дубовых свай, погруженных всегда в воду. Они, иначе они будут гнить. Они должны быть в воде. И раньше уровень воды, это была лодка, как поплавок проверял. В подвал можно зайти, и там показывают. А сейчас это датчики, конечно, стоят. Которые все время... То есть, стоит на воде церковь. А вот ратуша, которую я хотел бы, чтобы нам сейчас показали... Ратуша у нас целых три в городе. Да. Вот то, что у нас... Самая старая. Да, вот это самая старая. Со скульптурами. Да, это 1713 год. Старейшее общественное здание. Второе. В Санта-Фе самая старая ратуша, но тогда это были испанские колонии. А на территории американских колоний это старейшее общественное здание, сохранившееся. Там музей небольшой. На фронтоне две фигуры. Это золотой лев и серебряный единорог. Ну, все знают, это символы Британской империи. По этому поводу много сложно... Сейчас нам покажем. Вот они, да. Слева и справа два зверя. Да. И свергали их несколько раз. А как же, революция свергает. Потом аккуратно, по-тихому, через сто лет их возвращает, когда страсти улеглись. Значит, уже это можно делать. Теперь все любят английскую королеву. Ну, да. Включая патриотов американских. Ну, вот у нас следующая сейчас картина. Кстати, матушка Гусыня, одна из легенд, вот сказки матушки Гусыня, она жила, одна из легенд, она жила в Бостоне. Поэтому вот сражались за корону единорог и лев, это вот сложено в Бостоне, как и Шалтай-Болтай. Да. Вот у нас сейчас появится эта фотография. Очень здесь видно прекрасно вот эти все барельефы, которые украшают ее. И она, что происходит сегодня в ней? Там небольшой музей, очень небольшой, но ратуша. Какая функция ратуши? Балкон, с которой читали декларацию независим. Королевские указы до этого. Она горела несколько раз. Кстати, станция метро на первом этаже. Так она. Даже, знаете, метро это трамвайчик в Бостоне. Да, да. В старом городе это двойной зелененький трамвай, который потом выходит на поверхность уже как настоящий трамвай. Это старейшее в Америке метро, вы знаете, 1897 году. Я думала в Нью-Йорке. Нет, нет, бостонское метро старейшее. 1897 год. Да, ну вот это открытие. Я обожал этот трамвайчик. Да, он такой фронтоватый. И потом он разбегается по улице. И вот еще один у нас есть барельеф, связанный с этим. Город старый, город... Смотрите, давайте так, даже сетка улиц европейская. Паутина. Да. Паутина. Америка же разлинована в основном. Да, да. Как правильно разлинована, как правильно жить? Вот разлиновать и жить. А Бостон путаница. Поэтому по этому поводу очень много шуток. Это именно... Есть свое чрево города у нас, Коэнси Маркет. Как чрево Парижа. Со всеми историями. И с едой, конечно, с хорошей едой. И в то же время это такое вот место. Есть... У нас жили негацианты, короли, авантюристы, джентльмены удачи, литераторы, кто хотите. Это вот такая история этого города. Она больше европейская, чем американская. Поэтому писать о Бостоне относительно легко. Материала много. Понимаете, очень много городов, трудно писать. А Бостон... Он так насыщен историей людьми. Практически четыре сотни лет уже. Да. Но вы знаете, я очень люблю... Я несколько раз встречала Новый год со своей подругой в Бостоне. И вот замечательно, у нас есть фотография зимней. Бостон красивый, изумительная эта площадь. Я помню, как, по-моему, на ней выстраивали эти ледяные фигуры. Ну, вообще, Бостон, особенно, когда идет такой снежок легкий. Это неописуемая красота. Да, да. Это интересно. И нам присылает елку город, канадский город Галифакс. У нас такая традиция, потому что когда-то бостонцы очень помогли. Был чудовищный взрыв в Галифаксе. Взорвался какой-то транспорт с боеприпасами. Там по городу было снесено. И вот бостонцы очень помогли. И теперь каждый год в благодарность большущая такая канадская ель приезжает в наш город. Да. Здорово. Такой город литературных историй. Да. Я хотела бы, чтобы вы буквально немножко сказали, а как ведь вы сами говорите, что материала так много и так насыщено все это всякими историческими фактами. Как вы выбираете? Ведь это же можно бесконечно сдавать эту книгу. Вы ее как-то пополняете. Нет, я себя стал ограничивать уже. Потому что есть история, она раздувается. Да. Ну как? Я думаю, что я чувствую вот наш человек, вот что ему интересно. Понимаете? И давайте так, вот самый такой простой пример, вот за что мы любим французскую историю. Вот все знают, даже специально не занимают, знают французскую историю. А почему? А потому что был такой Дюма. Да. Да, я себя не сравнивал. Да. Вот он был, вот этот Дюма замечательный. Вот он так рассказал вкусно про все, про этих фаворитов, кардиналов, мушкетеров и так далее. И все неправда. Все знают, что это неправда, потому что он все наврал. Мушкетеры не были знакомы. Они в разные времена жили, они не были знакомы, вот эти четверо. Хотя были такие реальные имена, и все было не так. Но тем не менее, вот это обаяние этой истории. И наоборот, возьмите пример, вот мы слышали, вот Византия, да? Есть такое многовековое государство. А что мы про него знаем? Особенно. Ну, кроме специалистов. Константиноп. Ну, вот что? Нет, это все. Ну, еще там два каких-то понятия. Это все. А вот было многовековое государство, не чуждое русской культуре. Да. Но не нашлось такого пера. Не было такого писателя. Не, я не потяну. Нет. Нет. Я думаю. Нет, нет, нет. Хорошо. Тогда у нас много материала. Я хотела бы, чтобы мы перешли к удивительной истории совершенно потрясающего человека, который прожил какую-то совершенно феноменальную жизнь. И меня он совершенно потряс, потому что как-то еврейские персонажи не так часто всплывают в истории американской, а здесь персонаж просто какой-то легендарный. Мифический. Мифический совершенно. Вот мы сейчас покажем сразу его, вашу книжку, обложку. Да, это одно из изданий. Одно из изданий, да. И, пожалуйста, расскажите нам об этом феноменальном человеке. Я, вот смотрите, вот пару книг моих, я действительно первый, кто написал по-русски про это. Это так без ложной скромности, это факт. Вот первая книга о Бостоне, просто уже появлялись потом другие книги. Но первая книга о Бостоне на русском языке действительно моя. Я этим горд. Да. Да. И то же самое с этим человеком, звали его Иуда Бенджамин. По-русски других книг пока нет, насколько я знаю. Вот. Мне было вообще очень интересно. Это связано с событиями гражданской войны в Соединенных Штатах. И он, он был, да, во многом он был уникален, потому что евреи появляются уже в американской истории к концу 19 века, в 20 веке. Огромное влияние. А тогда нет. Страна довольно жесткая, консервативная. И трудно, так сказать, чужеземцы, трудно им было пробиться и в политике, и в других областях. А здесь еврейский мальчик, эмигрант, который из бедной семьи, который пробивался, в общем-то, сам. У него вначале многое не получалось. Вообще о нем, к сожалению, очень мало материалов. Вот очень. Да, давайте посмотрим его фотографии. Очень мало материалов. Здесь он уже сенатор Соединенных Штатов. Это был первый еврей в истории США сенатор от штата Луизиана. Он оставил свой след во многих сферах жизни. Но чем он интересен? Вот сама человеческая судьба, взлет, падение. Причем не просто взлет. Это был самый перспективный, скажем, юрист в Соединенных Штатов. Он брал, выигрывал дела, которые не принимали к рассмотрению другие маститые юристы. И одно из дел довели до Верховного суда, где он просто выбил, его оппонентом был генеральный прокурор Соединенных Штатов. И этот Выскочка выбил это дело. Давайте посмотрим. Его кандидатура, его рассматривали как кандидатуру в дальнейшем на пост Верховного судьи. Это все было до Гражданской войны. Но он был выходец из юга. И со всеми предрассудками, и со всеми достоинствами этого юга. Вот этого, с одной стороны, это рабовладение. Вот давайте так. Как бы нам это все понять сейчас, как это в одном человеке укладывалось. Ну вот, давайте так. Вот Пушкин. Мы все про него все немножко знаем. А про крепостных мы немножко не говорим. А были и такие. Да, вот мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу и продолжим дальше разговор про этого невероятного человека. Друзья мои, оставайтесь с нами. Мы скоро будем обратно вернемся к вам.